Доклад Перечислять можно долго Сейчас руковожу целым направлением У меня две команды MobileWeb и DesktopWeb Мы делаем мобильную версию сайта Badoo Десктопную версию сайта Badoo Всяких куча маркетинговых интерфейсов Тьму всего И делаем хорошо Два с половиной года назад пришел в Badoo Сначала был разработчиком Через полгода свалил в Лондон Там стал тем лидом MobileWeb Вырастил команду Потом у нас была реструктуризация Было решено перевести DesktopWeb команду Тоже в Лондон И отдать ее мне под управление Стало быть, у меня стало много народу И что там надо было с этим делать Год назад Потом будет ссылка На CodeMotion Милана я рассказывал Как вырос из разработчиков тем лида Какие странные непонятные вещи у меня там были Что я узнал А теперь буду рассказывать о том Как я выращивал тем лида Помогал ему расти Выбирал его на примере тем лида MobileWeb Собственно о чем доклад Почему нужны тем лиды вообще Что для меня нужно было от тем лидов Это уменьшение числа точек входа в отделы При сохранении управляемости Перформанса Чтобы команды нормально делали Быстро делали Хорошо доставляли В срок на продакшн все Соответственно всегда Когда приходится нанимать тем лида Или назначать его Начинается вопрос Что мы собственно делаем Нанимаем, назначаем И как-то выращиваем Наверное многие знают Эту стереотипичную историю Стереотипную историю О том, что берут лучшего инженера Отличного инженера И назначают его тем лидом Что из этого может быть плохого? У нас была лайтовая версия Этой истории В нашей компании До моего прихода Выглядело это как Человека Отличного инженера Просто замечательного инженера Назначили тем лидом Небольшого отдела Человека 4 что ли у него было Но инженер был достаточно мягкий Как человек Добрый, хороший Ему было трудно давать Честный фидбэк Особенно если что-то пошло не так То есть разработчик, например Провалил все сроки по задаче Что делать? Нужно ему рассказать Как-то донести Что это мы не принимаем Что так делать? Не надо попытаться найти Какие-то решения Ему было трудно Он видел, что разработчику Это будет неприятно слышать Соответственно у этого человека Росло недовольство тем Что у него не получается Он прекрасно видел Он был достаточно хорошим эмпатом Видел, что происходит Какая-то ерунда Не получается работать Благо у него были нормальные Доверительные отношения С руководителем Пришел он к руководителю Сказал, друг Вообще ничего не получается Надо что-то делать Руководитель ему сказал Да без проблем Возвращайся в инженерку Продолжай работать инженером Все хорошо Ты крутой инженер Ну не получилось Что в этом плохого могло быть? Если бы не было доверительных отношений С руководителем Наверное человек бы просто ушел Через какое-то время Накопив недовольство много Просто бы свалил из компании Поэтому мы в Баду Ну отчасти поэтому Мы в Баду решаем И делаем следующим образом Мы растим То есть мы помогаем вырастить Вырасти человеку Из инженеров тем ли да Это конечно нетривиальный Довольно таки процесс Но он носит Он обладает Двумя позитивными характеристиками Первое Это как часть нашей культуры Мы говорим У каждого человека Есть два пути развития По сути В инженерке Расти вверх По карьерной лестнице И перейти например На карьерную лестницу управленца И расти там И второе С прагматической точки зрения Это тоже замечательно Когда работаешь с инженером Особенно долго Всегда видишь Как он работает по задачам По проектам Видишь какой у него уровень ответственности Как насколько он мотивирован Как у него коммуникация налажена То есть Всегда можно трекать Следить за тем Как он работает с людьми Как он работает с техническими задачами То есть Просто проще подбирать И назначать И соответственно Чтобы вырастить нормально человека И потом его назначить Мне кажется Я это использовал Этот флоу Нужно следовать Определенному процессу Я его себе обозначил Как подбор Назначение Поддержка И контроль О чем сейчас И буду рассказывать дальше Первое Подбор Когда руководитель Собирается сделать Какое-то решение Прежде всего Он должен ответить себе На вопрос Для чего Он это решение делает В чем профит Первый профит Подбора Это осознанный выбор То есть Как я уже сказал Мы должны Основываться На каких-то характеристиках Каких-то квалификациях человека А не на нашем личном К нему отношении То есть Если мы думаем Что человек хороший инженер Нельзя автоматически Решить Что он будет Хорошим руководителем Нам нужно его Как-то верифицировать Характеристики И квалификации Дальше Мы минимизируем Риски провала То есть Это стереотипная ситуация С накоплением Демотивации Недовольства Это риск Мы должны этот риск Убрать Мы должны дать Возможность человеку Во-первых Проверить свои силы Во-вторых Просто нам нужно Иметь возможность Безопасно его Вернуть в инженерку Не так, что он подумает Блин, все провалилось Не получилось у меня Быть руководителем Вообще лучше уйти А чтобы он спокойно Вернулся в инженерку И работал дальше программистом И третье Нам нужно оценить инвестиции То есть Для того, чтобы сделать Осознанный выбор И проверить его квалификацию Мы потом из этого Можем оценить Количество инвестиций Времени Тренингов Чего-то еще В то, чтобы определенную Квалификацию Ему нужно было подтянуть Следующий момент Когда начинаем подбор? Да сразу Как только мы стали темледом Мы обязаны Начинать подбор темледа Обязаны начинать Подбор себе замены Почему? В принципе Мне кажется Что это задача Не HR А руководителя Начинать Задумываться О росте своих ребят Как только он Становится Руководителем Для выбора темледа Это еще более важно Потому что Одна из первых Задач менеджера Это найти себе заместителя Что будет, если ты уйдешь? Что будет, если ты заболеешь? Что будет, если ты пойдешь Пойдешь в отпуск? Простите Соответственно Он должен сразу Найти себе заместителя Чтобы как минимум При каких-то вот Таких ситуациях странных Было кому подхватить И чтобы все работало Но более того Еще очень классно Иметь заместителя Потому что Тогда получается Что у нас есть время Заняться чем-нибудь другим То есть мы можем Оставить заместителя Вместо себя На неделю, предположим И заняться Каким-нибудь проектом Мы можем влезть В какую-то новую технологию Если нам нужно ее изучить Мы можем Не знаю Погрузиться в какое-то Стратегическое планирование Что-то еще делать Ну и заодно Мониторить Как он работает Ну и последний момент Одна голова хорошо Две лучше Если вы вырастили себе менеджера Уже нормального менеджера Даже если он не стал тем лидом Даже если он заместителем Работает иногда Вы всегда можете Валидировать какие-то свои идеи Всегда можете Обсудить с ним какую-то тему Обсудить проблемы в команде Просто Блютейшевин, по-моему Как делаем подбор? Первый инструмент Который я использую Это карточки Что такое карточки? Наверное, как в Советском Союзе Я, если честно, не был в Советском Союзе В кадровой службе Но слышал, что там есть карточки сотрудников Вот я для себя Такой же термин придумал И использую его Что это такое? Просто инструмент Ведения информации О том, как человек работает О его мотивации Квалификации Каких-то характеристиках Не знаю Ролях, которые ему Возможно стоит дать Вот Это для всех сотрудников хорошо А для тем льда Просто необходимо Потому что первая задача Как я уже говорил Подобрать себе заместителя Что нам дают карточки? Во-первых, лучший анализ и формализация Когда мы анализируем Как человек работает Когда мы пытаемся понять Где у него Мотивационные какие-то точки На которые можно надавить Чтобы он работал лучше Чтобы он развивался Соответственно, мы анализируем его хорошо Формализуем Мы записываем это все Записывать очень важно Потому что приходится Просто хорошо проанализировать Ничего не может кануть в лету Если мы ведем эту карточку На протяжении Какого-то времени Мы записываем все Записываем и записываем То есть это опять же Профит лучшего анализа Мы можем через время Пересмотреть Что было когда Год назад Может быть он сроки Со сроками у него проблемы Год назад были А сейчас у него с ними С ними проблем нет никаких И сейчас какие-то маленькие Откорячки Которые можно пофиксить Вообще очень дешево И это нас приводит К мониторингу Процесса развития То есть мы все время смотрим Как человек развивается Какие из своих квалификаций Как он подращивает Сколько мы вкладываем В это время По-моему отличная тема Дальше Объективизация процесса Что это такое Мы отменяем Наше отношение личное К человеку И используем только Его характеристики Его квалификации Почему это важно Потому что Даже если ты хорошо Общаешься С своим подчиненным Которого собираешься Вырастить в темледа Не имеешь права Использовать свое отношение К нему Как мерило того Подойдет ли он На роль темледа или нет Все люди разные И нам нужно убеждаться Что мы выбираем Темледа Не по личной преференции К нему какой-то А по соответствию Определенным характеристикам Вот пример карточки Он абсолютно синтетический Естественно я не могу Какие-то персональные данные Выкладывать сюда Но немножко расскажу Про эту карточку Соответственно Current Level Что такое У нас есть система Грейдов Примерно наверное как в Гугле Я давно не смотрел Как у них Но у нас такая Человек может быть там Левел 2, 3, 4, 5 И так далее План Что мы планируем сделать С человеком И когда Когда мы собираемся Его с левела на левел перевести Качество Это вот Буду дальше рассказывать Почему они важны Но вот они здесь записаны То есть я для себя Постоянно веду Вот этот список И обновляю его Техническое знание Например 4,5 И в скобочках Объяснение со ссылкой На какую-то задачу Которую он решил То есть предположим JavaScript программист Nginx для него Ну терра инкогнито Может быть и нет Но как бы По идее Он не обязан знать Nginx Хорошо если он В нем разобрался быстро И понятно Что значит у него Технические знания На высоком уровне Что нам это дает Нам это дает понимание Что этот человек Может на стыке технологий В чем-то разобраться Может быть даже не зная Сам Nginx Он может довольно-таки Быстро в нем разобраться То есть просто кейсы Которые показывают Уровень его технического знания Или как быстро он может С чем-то разобраться Для меня важно Следующее Коммуникационные навыки Тут нет К сожалению Не хватило места Для того чтобы Воткнуть Какие-то примеры Синтетические Но тем не менее Коммуникационные навыки Важны Расскажу дальше почему Тоже можно Прилинковать какие-то истории Я их просто Прилинковываю себе внизу Как он какую-то тему Которую нужно было Вытянуть только на коммуникации Собственно Как он с ней поработал Смог он это сделать Или не смог Business result re-ended Что человек Как он себя ведет Ориентирован ли он на бизнес Или ориентирован больше на процесс Тоже пара причин Например У него не получилось Предложить простой план И по нему поработать В какой-то задаче Ретро Что такое ретро Немножко отвлекусь У нас есть отличный инструмент Всем его советую Это ретроспективные встречи По результатам провала задачи Что такое провал Например человек обещал Первого числа выложить На продакшн код Не выложил Почему Собираем встречу ретроспективную Где участвует этот человек И те люди Которые работали с ним по задаче Человек сам анализирует Что пошло не так Человек сам разбирается Пытается понять Где были проблемы И предлагает Потенциальные решения Что можно улучшить В процессах С технической стороны Где-то еще Для того чтобы Больше этих фейлов Не было Соответственно Вот В этих ретроспективах Их отлично Прилинковывать Ко всем этим Моментам Ко всем этим характеристикам Для того чтобы смотреть Потом И анализировать Как человек Вообще Подходит к решению задач Например Можно было проверить Насколько он Бизнес-ориентирован Например Второй задач Он хорошее предложил Разделение И доставил эмоджи Вовремя Красота Можно в тикет посмотреть Узнать что там как Мотивация Проблема Троечка у него Почему? Иногда теряет фокус И мотивацию В долгоиграющих проектах Пожалуйста Пара примеров Через год Или через месяц Можно всегда посмотреть Как у него Развивается процесс Неформальное лидерство Как пример Организовал несколько активностей Например Тимбилдинг Или какой-нибудь еще вещь Какой-то хакатон Все посетили Прекрасно Мы видим Что человек Обладает неформальным Лидерством в команде Это замечательно Расскажу позже Почему Дальше Пытаемся проанализировать Какие у него мотивации Ага Видим У него мотивация Челлендж Вызов Технический Пока технический Может быть потом Станет какой-то другой И ему нужно Чтобы его принимали В команде Как технического эксперта Пересекаются Немножко мотивации Ну Замечательно Роли потенциальные Архитект Тимбилд Замечательно И цели Соответственно От характеристик И квалификаций Идем к постановке целей Цели потом обсуждаем С человеком на встрече Ставим их Смотрим Как он их достигает Обновляем Нашу карточку Что такое Вообще Обновление карточек И что за оценки Я называю себе Это скоринг Не знаю Придумал термин Для меня работает Что это такое Просто оценка Квалификации И постоянное Их обновление Это процесс Это не Не такая вещь Которую вы сделали Один раз И забыли Каждый раз Каждую неделю Например Можно проанализировать Работу человека Посмотреть Как и что он делал Как он себя вел Какая у него Коммуникация была Что вообще Как работало И обновлять эти оценки Прилинковывая Важные задачи Ретроспективы Какие-то просто Руками какие-то Набирать вещи Которые заметили Для того чтобы Постоянно их обновлять В чем профит Ну сначала не про профит Сначала про характеристики Расскажу подробнее Бизнес-ориентированность Что такое бизнес-ориентированность Для нас Например У разработчика Пришла задача Разработчику пришла задача От продукта Проверить Если мы переместим Какую-то кнопочку В угол экрана Увеличится ли какая-то Ну не знаю Арпу например увеличится Начнут на нее больше кликать Покупать какую-то фичу Разработчик Ориентированный на бизнес Может предложить Сделать этот Эйби-тест Следующим образом Сказать Давайте на коленке Фиговый код сделаем Разложим Прямо там через пару часов Или там вечером разложим Посмотрим Если тестовая группа Выстрелила Следующей задачей Сделаем причесывание кода Покроем какими-нибудь тестами Или сделаем что-нибудь еще То есть мы видим Что человеку важнее Бизнес-результат Чем просто процесс Хорошего кодирования То есть он всегда думает О том Как сэкономить Как сделать лучше Для бизнеса Коммуникации От чего важны коммуникации Ну как мне кажется В принципе в стартап-культуре Который наверное Баду все-таки обладает Коммуникации имеют Ну просто очень важное значение Почему? Если бы мы тратили время Например на составление PRD То есть спецификации к задаче Как составляются Какие-то контракты Или тендеры С детальным описанием Всего и вся Мы бы никогда Не были такими быстрыми Соответственно У нас PRD Может быть описано Довольно-таки Общо И если человек Не обладает Коммуникативными навыками Он никогда не сможет Нормально прояснить Эти требования Никогда не сможет Пойти к серверникам Пообщаться с ними Хорошо Пойти с другим Каким дизайнером Пойти с ними Нормально продуктивно Пообщаться Мы на коммуникациях Вытягиваем очень многое Может быть для вашей Компании это будет Ну не так важно Для нас это важно очень Нам это позволяет Двигаться быстро Уровень мотивации Почему уровень мотивации Важен? Что такое вообще Team Lead? Это нулевая Самая первая ступенька На карьерной лестнице Управления Разработчик может сидеть Где-то вверху Уже лестницы Карьерной разработчика А тут он получается Прыгает на первую ступеньку Лестницы Team Lead Без сильного Какого-то железного Стержения Мотивации внутри Сможет ли он Справляться с новым Типом нагрузки Когда он ничего не знает Ничего еще не умеет Все вновь Совсем вообще Другой хаос какой-то Как с этим быть? Если уровень мотивации Будет низкий Я на 100% уверен Что ему будет Ну очень тяжело Успешные и неуспешные проекты Как я показывал Уже у нас там есть ссылки На ретроспективы В этих карточках Я более подробно Описываю Успешные и неуспешные проекты Неуспешные проекты Очень важно писать Трекаешь прогресс Смотришь на прогресс Развитие человека В плане анализа Успешности и неуспешности Что пошло не так Какие-то рациональные предложения Делает он или нет Но надо трекать И успешные проекты Нужно смотреть Что он сделал хорошо Не только на негатив Обращать внимание Ух ты Что это такое Господи боже мой А можно в самое начало Вот это я нажал Так нажал Товарищи О Пошло Поехало Ну вот Все Весь доклад Прошел Ну что ж такое Товарищи Назад мотать Мотаю Ух ты блин Так Отлично Так Скоринг 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 Ить Ну что такое Так Успешные и неуспешные проекты Рассказал Уровень неформального лидерства Чем важен Чем для меня Важен уровень Неформального лидерства Во-первых Опять же Возвращаясь к стартап-культуре Если у нас есть какая-то задача Которую нужно выложить на прот В понедельник А сегодня пятница Неформальный лидер Мало того, что он формальный лидер Может приказать Давайте остаемся на выходных И делаем Неформальный лидер Может сказать Я залезаю на броневик Пошли революцию делать Или пошли со мной на амбразуру Кидаемся на пулемет И вся команда Подскакивает И идет вместе с ним Сама Этот путь работы Гораздо более продуктивный Чем приказ Который может Просто превратиться В итальянскую забастовку Ребята придут Что-то покодят Результата никакого не будет Второй момент С неформальным лидерством Когда назначают темлида Все равно будет Определенный уровень неприятия Все равно люди Как-то сомневаться будут Будут Получится ли с этим человеком Работать или нет Если человек обладает Хорошим уровнем Неформального лидерства Влиться в команду Ему будет намного проще Дальше Когда мы начинаем Делать скоринг Когда мы видим Что есть кандидаты В принципе С нормальными Какими-то характеристиками Какими-то квалификациями И оценками Можем начинать продажу Что такое продажа? Это попытка понять Кто может быть Вообще заинтересован В работе управленца Работа управленца Она про людей Очень сильно То есть она очень сильно Завязана на работу с людьми Соответственно Что делаю я? На встречах Регулярных Еженедельных Или раз в две недели Начинаю искать Заинтересованных людей Как я это делаю? Задаю вопросы Например Говорю Смотри Заметил ли ты Марк Что у Там у Брута У какого-нибудь Проблемы со сроками Постоянными Постоянными Каждый раз он Проваливает сроки По задачам Как ты думаешь Почему? Что мы можем ему Помочь? Как мы можем ему помочь? Что можем предложить? Я вижу два типа Ответа на это Ты менеджер У тебя голова большая Ты и думай Что ты ко мне лезешь? Я программист Второй вариант ответа Это Ух блин А я ведь заметил Действительно Проблемы-то у этого Брута Постоянные И мне кажется Потому что он В жава скрипте Не особо-то и шарит Может быть мы ему Обучение сделаем А может мы наоборот Сделаем техническое Планирование лучше Чтобы он разбирался Или ментора ему назначим Соответственно я вижу Что во втором Первом варианте Человеку Да в общем-то Неинтересна работа с людьми А во втором варианте Я вижу Что человек Во-первых У него глаза загорелись Во-вторых Он просто хочет Такой человек Мне кажется Легче пойдет На стезю управленца Что мы здесь делаем Мы здесь обнажаем Инструментарий Когда я задаю такой вопрос И через это Я получаю Лучшее доверие И прозрачность Когда я задаю такой вопрос Я показываю человеку Что я замечаю проблемы Что я их как-то Пытаюсь проанализировать Что я как-то пытаюсь На них реагировать То есть Почему доверие Лучше становится в команде Потому что они видят Что любое мое решение Менеджерское Оно основано На анализе ситуаций Что я ситуации заметил Что я их проанализировал И я принял решение Даже потом Непопулярные какие-то решения Не дай боже Не дай боже Пришлось сократить Каких-то людей Будут проходить легче Если есть такая Прозрачности доверия Люди будут понимать Что что-то я делаю Не потому что Шароватов козел Такой решил меня уволить А потому что Я вижу Что вот есть бизнес-требование И нам нужно его Как-то реализовать Следующее Когда мы уже сделали Вот эти все шаги Нужно проверять дальше Мало того, что человек Был заинтересован проверять Дальше Как он может вообще работать Как руководитель Выявляем людей И проверяем людей У которых есть Менеджерские навыки Не только пассивные Он думает там о чем-то Но и активные Как он работает вообще Что такое проект У нас проект Это большая задача Задача В которой больше людей Или больше технического Ну каких-то неясностей технических Надо разобраться с серверниками Надо разобраться с платформой С опишниками С кем-нибудь еще То есть мы должны проверять Как человек работает Вот с такими вот Коммуникациями С разнообразными Другими менеджерскими штуками В чем профит? Во-первых, легко подобрать проект Легко подобрать проект Как со стороны людей То есть можно, например, дать человеку Который мягкий, добрый, спокойный Не будем в психотипы уходить Простыми словами Дать человека жесткого и грубого Посмотреть, как он с ним будет работать Сможет он у него сроки потребовать Сможет ли он давать ему негативный фидбэк Иногда даже Честный фидбэк за плохие результаты Или не сможет Сможет ли он ко мне прийти и сказать Вот тот брут вообще мне не дает ничего Он просто не коммитит ничего в репу Что мне с ним делать Или постесняется Это со стороны человека Со стороны людских каких-то коммуникаций Со стороны технической тоже все просто Мы берем и подбираем проект Раз за разом все более сложный Со стороны технической Все больше непонятностей в технической стороне Больше кросс-командной какой-то работы технической С серверниками что-то непонятное И легко на этом После этого подбора Легко мы можем проанализировать результаты Давай от более простого к более сложному постепенно Анализируем, анализируем, анализируем Получилось у человека на простом проекте Все сделать хорошо Коммуницировал он эффективно? Не знаю, разобрался во всей технической штуке эффективно? Был ли он нацелен на результат? Даем более сложный проект, проверяем. Замечательная штука. Низкий риск провала. То есть мы всегда даем человеку безопасный путь остановиться на этом уровне. Если дальше у него не получается. Получилось у него с двумя людьми в проекте поработать, а с пятью не получается. И видно, что, например, этот человек не может просто вырасти дальше. Не может он нормально со всеми пятью человеками пообщаться. Не получается. Человек спокойно продолжает заниматься простыми проектами. Ты видишь его потолок. Ну не то чтобы потолок. Ты понимаешь, что превозмочь определенный уровень будет очень ему трудно. Что придется слишком много времени и усилий туда вкладывать. Возможно, можно будет другого человека подыскать на эту роль. Отличная штука, по-моему. Следующее. Заместитель. Это вот после того, как мы сделали скоринг, попробовали человека на проектной работе. Нам нужно попробовать его в роли заместителя. Что здесь хорошо? Первое. Чтобы эффективно передать свои обязанности, их нужно структурировать. Для меня, на самом деле, это было очень полезно. Потому что, когда я структурировал, как-то проанализировал и записал то, что я делаю, хотя бы рутину, я уже увидел много вещей, которые мне можно было оптимизировать. Это просто отличная штука. Дальше. Как я уже говорил, отличная тема — это оставить заместителя вместо себя, когда сам присутствуешь в офисе. Полез в какой-то стратегический проект или куда-то еще, залезаешь в новую технологию, отдаешь этому новому заместителю своему всю рутину и мониторишь. На мониторинг много времени не потребуется, час-два в день максимум, на то, чтобы посмотреть, как он справляется со всем. Как адаптируется к незнакомой нагрузке. Заворачиваешь на этого заместителя всю свою нагрузку, все отвлечения, куча звонков, куча e-mail, хип-чат-нотификации, чего угодно. Раньше человек работал даже на проектной работе, у него все было спланировано. Он сам инициировал большинство встреч. Тут получается огромная куча каких-то факторов, которые отвлекают его от работы. Как он с этим справляется, как он в этом хаосе живет. Если у него получится здесь, вероятность достаточно высокая, что у него получится этим людям быть потом. Если не получается, смотришь, что можно поменять. Как тщательно ведет рутину. Каюсь, для меня это было очень трудно, вести рутину. То есть мне просто каждое утро себя приходило заставлять проверяй графики, смотри в задаче, все ли вовремя, почему не вовремя, что пошло не так. Может быть, поэтому я так тщательно смотрю на вот этот пункт, не знаю, может быть, нет. Но я точно знаю, что без ведения рутины темлицство невозможно. Каждое утро все равно приходится делать определенные вещи. Опять же, возвращаясь к неформальному лидерству. Тут очень прикольная штука. Формально сейчас он еще не руководитель, он только заместитель. Но уже сейчас ему приходится требовать сроки, раздавать задачи, отвечать продакт-менеджерам или кому-то, нет, отстань, не буду я делать эту фичу, не могу. У меня рефакторинг сейчас, который очень важен. Я тебе уже говорил про него, друг, отвали, не трогай меня. Что вообще с этим делать, как он с этим справляется? Если у него все хорошо, ну, замечательно. Если нет, что мы можем поправить? Можем ли мы что-то сделать или нет? Следующее. После подбора. Свели скоринг, сводим скоринг, берем все оценки, скомпонуем, еще раз анализируем, смотрим, как человек работал как заместитель. Вот вы будете очень удачны, это будет огромная удача, если у вас здесь будет два кандидата. Чаще всего сюда доходит только один и просто без вариантов вообще. Все остальные предыдущие какие-то шаги, они уже выкосили всех остальных. Сводим скоринг, еще раз все анализируем. Дальше. Подготавливаем команду. Если все-таки вы были настолько удачны, что у вас было несколько кандидатов, у них у всех было определенное ожидание. Каждый из них, возможно, думал, а вдруг меня назначат? Как я подготавливал команду? Да просто на встречах регулярных с ребятами говорил, смотри, а вот этот Марк, которого сейчас будет тем ледом, вообще, как тебе работалось с ним? Вот он заместителем моим был, нормально все было? Вот он на проектах работал, нормально все было? Таким простым методом я их подготавливаю к тому, что, в общем-то, не они-то выбраны, что выбран другой человек. И как бы в этом плане все гораздо проще. Когда мы приходим уже к назначению, к следующей стадии, они уже готовы к тому, что не они. И, соответственно, стадия назначения. Первое. Самое важное, что надо сделать. Объясняем команде почему. Что такое вообще назначение? Мы меняем человека, с которым команда работает каждый день все свое время. То есть я объясняю. Я никуда не деваюсь, я не ухожу, корабль не тонет, все замечательно, нет смысла пугаться, все хорошо, ребят. Просто бизнесу потребовалось, что я пошел на ступень выше, я назначаю тем леда, он будет проводить всю ту же генеральную линию партии, что проводила я. Дальше. Формальная передача ответственности. На этой же встрече мы делаем планирование встречи, ретроспективы раз в неделю, и вот на этой встрече отличная просто тема, это формальная передача ответственности. Говорим, вот этот марк назначен, все. Ребят, теперь по всем абсолютно вопросам, вообще по всему, по всему, только к нему. Я здесь остаюсь, ко мне можно прийти за советом, ко мне можно прийти с каким-то вопросом, который вы, может быть, боитесь, стесняетесь, еще что-нибудь сказать новому тем леду. Но в принципе он ваш руководитель, вам с ним решать все. И здесь нам нужно очень грамотно поработать с ожиданиями опять. Для каждого разработчика назначение нового руководителя, ну, это очень страшная штука. Страшная в каком смысле? Сразу появляется мысль, что будет дальше? Может, всех уволят? Может быть, команду сократят? Может быть, он вообще сейчас революцию строит? У нас не было agile, а вдруг он сейчас agile-изирует всю команду? И что будет вообще дальше? Соответственно, нам нужно с этим поработать. Нужно рассказать, что все будет ровно так же. Флоу мы не меняем никак вообще. Все ровно точно так же. Ребят, просто поменялся руководитель. Дальше, когда-нибудь потом, когда руководитель станет уже опытным, может быть, мы что-то начнем менять. Но пока все только так, как и было. Я стою здесь, я никуда не деваюсь, ко мне всегда приходите. И оставляешь еще количество встреч определенное с разработчиками. Раньше я делал раз в неделю, раз в две недели, сейчас делаю раз в месяц. Дальше, когда Team Lead стал формально назначенным, он еще мало знает. Опять же, он только-только на первой ступеньке той должности, той карьерной лестницы, в которой он никогда не был. Нам нужно ему помогать, нам нужно его развивать. Что это? Как вообще развитие происходит? Когда человек не знает ничего, ты ему говоришь, делай, как я. Я это называю менторством. То есть, например, у нас есть хорошая штука, про которую Алексей Рыбак вчера рассказывал. Это перформанс-ревью каждый месяц мы делаем. Давая очень хорошие бонусы людям, которые очень хорошо поработали, и хорошие бонусы, которым хорошо поработали. Соответственно, на этом примере очень важно сохранить нормальную мотивацию команды, передав новому Team Lead способ оценки. Как я это делаю? Просто говорю, смотри, я поставил этому человеку оценку вот такую, потому что он сделал это, это, это и это, таким вот качеством. Этому человеку ставлю оценку получше, потому что он здесь сделал лучше, здесь сделал лучше, здесь еще лучше. Замечательно. Делаешь до тех пор, пока не поймешь, что человек полностью все понял. Переспрашиваешь еще раз, чтобы он своими словами объяснил, понимает ли он причины. Все время показываем, делай, как я, и проверяем. Как в спорте, проверяем, что человек опознал технику, как надо, не знаю, железо тягать. Дальше. Когда мы видим, что мы синхронизированы с человеком достаточно хорошо, мы переходим к следующей стадии, к коучингу. Что это такое? Я спрашиваю человека, какую оценку ты поставишь вот этому своему сотруднику и почему? Он говорит, хорошо, поставлю вот такую оценку, потому что здесь он сделал так, здесь так, здесь так. Начинаешь задавать вопросы, начинаешь быть адвокатом дьявола здесь, вопрос задаешь. Ты не думаешь, что, например, вот эта проблема, которая там была, если мы сейчас не дадим по ней обратную связь человеку, что он так и привыкнет делать, и что эта проблема потом разовьется, как разбитое окно будет все дальше и дальше, окна разбиваться в здании. Постоянно его подводишь наводящими вопросами, корректируя его путь, его способ оценки людей. Делаем этот коучинг до тех пор, пока не убеждаемся, что наше понимание абсолютно синхронизировано с ним, что все вот просто одинаково. И дальше отправляем его в свободное плавание. То есть говорим, отлично, ты все понял, пожалуйста, делай сам. Я хочу от тебя вот таких результатов, но делаешь сам. Опять же, я здесь остаюсь с любыми вопросами, за любым советом ты приходишь ко мне, но делаешь ты все сам. Но при этом очень важно держать руку на пульсе всегда. То есть, грубо говоря, сидеть в той же комнате, где сидят темледы, где сидят разработчики. Всегда смотреть, что происходит. Нельзя просто позволить себе, даже когда отпустил свободное плавание, не контролировать. Сейчас про контроль расскажу дальше. Что такое контроль? Это не микроменеджмент в стиле «Так, вот это ты сделал так, это так, это так, это так». Нет, ничего подобного. Мы просто держим руку на пульсе и смотрим, что происходит. Постоянно подтверждаем понимание человека. Что в плане оценок, что в плане другой работы менеджерской. Постоянно проверяем, что человек все еще следует нашей генеральной линии партии. То есть это более высокая, какая-то абстрактная точка контроля. Мы не проверяем, как он что-то делает, но мы проверяем, почему он что-то делает. Что мы синхронизированы с ним в основных принципах. И здесь опять обнажение инструментария. То есть если я показывал Тимлиду, я Тимлида коучил, я ему говорил, задавал какие-то вопросы провокационные или просто адвокатом дьявола был. Я ему говорю, смотри, друг, вот этот инструмент, это коучинг. Он работает. Ты видел, что я вот с помощью этого инструмента подвел к тебе хорошие мысли. Если он работает на тебе, попробуй на ребятах, так же будет работать. То есть ты просто даешь инструментарий, который уже сработал. Менеджер, естественно, все это просекает тут же. Он все понимает, что с ним творилось. И просто этот инструмент начинает использовать уже на ребятах. Что это требует? Этот контроль требует времени, конечно, тьму. Ну, как тьму? На обычного, когда был Тимлидом обычным, на разработчика у меня уходило полчаса в неделю, а то и в две. На Тимлида получается часа два, наверное, в неделю минимум на постоянные синхронизации по разным темам. Но без этого никуда. Нам нельзя позволить себе, чтобы непонимание чего-то Тимлидом повлияло негативно. Ведь если человек, разработчик, что-то не понял, его непонимание нивелируется всей командой. Потому что вся остальная команда поняла. Если Тимлид как-то не синхронизирован с тобой в генеральной линии партии, то он может команду в такую вообще, в такие дебри увести, мотивацию сломать, чинить потом это будет очень-очень дорого. Лучше сейчас заранее подтверждать, подтверждать и подтверждать. Проговаривать и проговаривать и проговаривать. Требовать, чтобы человек сам своими словами рассказал, что он понял. И дальше помощь. Что такое помощь? Умирающий Тимлид, плохой Тимлид. Да, Денис. Очень важно, когда человек приходит... Тимлид у нас очень мотивированный. Когда он приходит на эту первую ступеньку управляющей лестницей карьерной, он так мотивирован и еще мало знает. Ну, прямо скажем, мало опыта у него. Что он хочет? Он хочет все успеть. Такой человек... Я сам таким был. Когда я стал Тимлидом, я работал вообще дикие абсолютно часы. Выгорал, выгорал, выгорал. Объясняешь Тимлиду, что от него нужна такая же планируемая доставка всего, то есть такая же планируемая работа, как и от разработчиков. То есть постоянно нужно контролировать, чтобы человек не выгорал. Если он в пик ушел, а потом выгорел на две недели с повышенным кортизолом, лежит депрессия, ну, это просто плохо. Гораздо лучше, если он постепенно наращивает как-то свой перформанс и свое понимание всего. Что для этого мы делаем? Анализируем вместе время. Когда я сам Тимлидом стал, как я с этим работал? Брал 15-20 минутные промежутки времени, которые я тратил на что-то. Например, поговорил с серверниками в понедельник 20 минут, поговорил с серверниками по той же теме в вторник 20 минут и в пятницу еще 20 минут. Все это записываю, каждый день, каждый промежуток записываю. Ставлю теги. Ага, srv related и задача. Потом в конце недели смотрю, ага, у меня по этой задаче с серверниками уже очень много времени потрачено. Что могу сделать лучше? Наверное, сделать встречу один раз в неделю, накидать туда всех поинтов, которые нужно обсудить и сэкономить кучу времени. То есть за полчаса этой встречи я обслужу все то же самое, но тем не менее сокращу общее число отличений сильно и время сэкономлю. Дальше, когда мы проанализировали время, мы можем заняться обсуждением приоритизации. То есть мы можем выбрать из этих задач, что сейчас более приоритетно. посмотреть, например, нужно нам рекрутинг сделать так, чтобы он работал хорошо. Да, мы сейчас много на него времени потратим, но потом мы о нем забудем. Ну как забудем? Просто будем поддерживать процесс рекрутмента и все будет хорошо. То есть классическая это матрица из Энхауэра. Важно, срочно и все такое. Выбираем то, что самое нужное на текущий момент. И дальше, когда у нас есть уже анализ времени и приоритизация задач, мы можем ставить длинные цели. То есть мы можем втыкать в какие-то промежутки времени, доставку каких-то новых вещей по длинным целям. Мы можем говорить, ага, нам нужно сделать автоматические тесты, например, за квартал. Как? Когда? Мы успеем что? Мы видим, что у нас есть, не знаю, три часа в день свободные от самых срочных, самых важных задач, втыкаем их туда. Очень важная штука прагматизм в решениях. То есть доносим до темлида всегда, что он должен руководствоваться в своих решениях голым прагматизмом. В первую очередь, задавая себе вопрос, зачем я что-то делаю? Важно ли это для бизнеса? Сколько это стоит? Какие в этом есть риски? То есть, например, человек может сказать, а давай мы уберем мансли-бонусы и воткнем их в базовую зарплату. Вопрос, зачем? Какую проблему мы решаем? Сколько это будет стоить? Будет ли это выгоднее или не выгоднее с точки зрения финансов? Какие в этом риски? Потеряем ли мы мотивацию или не потеряем? Инструмент финансовой мотивации или не потеряем? И дальше мы постоянно доносим до Лида, что этот же прагматизм в решениях он должен применять и по отношению ко всей команде. Доносить до всех разработчиков, что вот именно таким путем мы что-то и делаем. Не просто рефакторинг ради рефакторинга, а если человек говорит, код плохой, хорошо, риск-то в этом какой, в этом коде? Может, он не трогается никогда, может быть, он и не нужен. То есть, тем Лид должен всегда вот этим прагматизмом руководствоваться и к себе, и к разработчикам. И да, говорим человеку, что рост – это выход из зоны комфорта, что как я не кидаю как щенка в океан и говорю, оплыви отсюда дальше, а постепенно развиваю как в подборе, так и потом в росте, так и в помощи, так и с разработчиками тем Лид должен делать то же самое. По сути, использовать тот же фреймворк для выращивания заместителя себе, для помощи в росте людям в команде. То есть, не только же нужно заместителей тем Лиды, нужно и развивать каждого человека, работать с его мотивацией, работать с тем, что ему интересно, и насколько это интересно, фитит, как-то укладывается в какие-то бизнес-цели, которые у нас есть, бизнес-роли, которые есть. Вот таким, наверное, простым способом я получил очень хорошего, эффективного тем Лида в мобайл-веб-команду, помог ему сильно вырасти, он довольно-таки счастлив и успешен сейчас, и все хорошо. Конечно, это не такая штука, которую один раз сделал и забыл. Все время придется работать с тем Лидом, все время держать руку на пульсе. Основные вещи, которые, мне кажется, важно запомнить и попытаться использовать, это карточки и скоринг. Просто очень классная штука. Обязательно, просто обязательно начинать подбирать сразу. Если с разработчиками может быть и можно повременить чуть-чуть и сначала разобраться с текущими самыми сложными задачами, то выбирать заместителя надо себя обязательно сразу, проходя через какие-то вот эти вот процессы, как я для себя обозначил, подбор, назначение, поддержка и контроль. И всегда, всегда, всегда работать с рисками и ожиданиями. Чинить что-то с людьми гораздо сложнее, чем заранее продумать, попытаться, пустить развитие человека через череду каких-то легких фаз, через каждую, из каждой, где он может вернуться на предыдущую и остаться там, чем назначить и забыть, и получить какой-то фейл. Вот. Спасибо. Всегда рад пообщаться на вот эти темы. Вопросы? Десять минут у нас есть. Вопросы даже пятнадцать, поэтому разгоняйтесь, друзья. Не работает? Лучше встать, чтобы вас показали по телевизору там в интернете. Передайте привет трансляцию. Добрый день. Дмитрий, лаборатория Касперского. Щелкните наверх. Так, еще раз. Там вирус просто. Вирус. Неправда, вирусы не пройдут. Добрый день, Дмитрий, лаборатория Касперского. У меня вопрос про скоринг. Вы говорили, что вы оцениваете ваших людей. Мне интересен вот какой момент. По каким критериям вы определяете поставить человеку три с половиной или четыре? В чем тонкая грань? Спасибо за вопрос. Никакой тонкой грани нет. Это абсолютно субъективное восприятие того, как он работает. То есть, да, у меня нет каких-то, знаешь, четких KPI-ов, по которым можно что-то оценить. Четких очень характеристик. Вот здесь там три с половиной, а здесь три и шесть. Ничего такого нет. У меня там даже только половинки бывают. То есть, там, например, три или три с половиной, или четыре. Это все субъективно. Просто смотреть скорее про прогресс. То есть, можно начать хоть с единицы, хоть с тройки. Или, не знаю, от одного до пяти или от одного до десяти. Это твой инструмент для трекания прогресса человека, не более того. Просто, по сути, да, лучше растет, ну, в смысле, развивается или, наоборот, вниз пошло. Пожалуйста, сосед. Доброе утро. Отличный доклад, очень понравился. Спасибо. Дмитрий, инфосистема Jet. Очень интересная схема, очень интересный процесс, который вы рассказали. Вот, скажите, а влияет ли этот процесс на подбор кандидата? На подбор кандидата программиста? Да. Ну, программиста, допустим, тем ли, да. Спасибо за вопрос. Я понял. Смотри, какой момент. Нанимаю-то я программиста. То есть, когда я нанимаю программиста, я закрываю бизнес-цель определенную, чтобы у меня команда перформила быстрее. То есть, мне нужно увеличить капасту, увеличить скорость разработки. Соответственно, я его могу и нанимать только исходя из критериев программиста. Конечно, если у меня есть дикая необходимость в тем лиде, я буду пытаться его вырастить. То есть, я не буду стараться со стороны нанимать человека. Поэтому, если у меня уже есть тем лид, зачем мне еще один? Но, как бы, если у человека есть все остальные характеристики и при этом, ну, для программиста нужны, но при этом он обладает еще там коммуникационными навыками, неформальным лидерством, видно, что человек сразу зажжет, сразу станет членом команды крутым. Замечательно, это будет ему в плюс. Но, для найма программиста основной критерий соответствует ли он описанию работы программиста. А можно поподробнее об этих критериях? Ну, смотри, вот я рассказывал немножко про нашу культуру, что она у нас построена на коммуникациях. То есть, для тем лидер коммуникация обязательно. Но, если у программиста, которого я нанимаю, будет коммуникация на нуле, то я его не найму. То есть, в нашу культуру он просто не впишется. В нашей культуре он не сможет, нет у нас Army Grade Standards, знаешь, такого прямо, или как в тендерах описывается все четко. Он не сможет без коммуникативных навыков ничего сделать. У меня было таких несколько собеседований, когда приходили идеальные инженеры. Один пример был прикольный. Skype-собеседование. Мы на Skype-собеседование даем синтаксические вопросы. Раньше давали, простые очень по JavaScript. Я даю человеку вопрос синтаксический, он замирает, как робот, на минуту. И отвечает. Идеально отвечает. Но когда он замирает, как робот, на минуту, я понимаю, что все наши процессы коммуникации об него бы стопорились так, что я просто не имею права его нанять. То есть, для нас важно базовые знания хорошие, в JavaScript, например, базовые знания хорошего JavaScript, знания сети, какие-то минимальные, чтобы человек знал, что такое, набрал на браузере адресную строку и что там вообще происходит под нутром, под капотом. И потом, чтобы глаза горели. Потому что у меня были примеры отличные, когда нанимал L3 программистов, которые за год вырастали прям очень-очень сильно, потому что у них была мотивация получать новые знания, разбираться в процессах, какие-то распредложения давать мне. То есть, отношения и базовые знания. Просто, чтобы быстрее говорить, надо ходить в качалку. Ясно? Да. Спасибо за доклад. Сергей Собуров, Акронис. Хотел спросить, а вы можете рассказать вкратце про структуру компании? То есть, у вас команда, сколько человек, там дизайнеры входят, не входят, есть ли архитектор? Ага, спасибо за вопрос. Что у нас? У нас во фронт-энде только JavaScript и CSS. У нас разделение, то есть, у нас CSS занимаются, CSS программисты занимаются именно CSS и HTML, JavaScript программисты занимаются JavaScriptом. Это вот отдельный фронт-энд. У нас есть несколько client teams, то есть, Android, iOS, фронт-энд. Мы все потребляем серверные какие-то данные через API, через один цельный протокол. То есть, у нас есть команда API, которая занимается писанием этого протокола. И куча команд серверных, начиная там BI, бизнес, интеллигенс, заканчивая платформой, которую поддерживают, чтобы у нас все работало вообще хорошо, серверные команды, которые фичи делают, отдельная команда дизайнеров и продуктов. То есть, когда к нам продукты приходят к какой-то задаче, там уже чаще всего есть дизайн, и чаще всего уже сервер как минимум в курсе, что вот есть такой протокол, по которому нужно работать. Потому что они заранее должны приготовить, чтобы все client-facing teams уже могли с ним взаимодействовать. То есть, отдельно у нас все очень отдельно, и у нас очень узкая специализация получается у каждой команды. JavaScript программист, CSS программист во фронт-энде. То есть, у вас водопадная модель получается. Ты знаешь, это очень интересно. Я даже не знаю, как ее назвать. То есть, у нас есть, например, с точки зрения процесса очень прикольная штука. Просто очередь задач, которая приходит в приоритизированном виде от продуктов. Они уже знают, какую из них первее надо сделать. Как только какой-то программист освободился, TeamLit назначает ему новую задачу. Все. То есть, очень просто. Спасибо. Теперь по центру, правее. Доброе утро. Спасибо за доклад. Я Яков из компании Propel Rats. Скажите, а что вы думаете про принципиально другое решение проблем управления, про самоорганизующие команды, когда TeamLit в принципе нет и есть просто по Agile, Product Owner, Scrum Master и так далее? Ну, я, если честно, в таких компаниях не работал. Мне трудно. Ну, я работал в этой компании. Я многие процессы сам построил, многие процессы мне достались. Мне просто трудно судить по этому. У меня интуитивное есть ощущение, что это не работает. Вот интуитивное. Могу объяснить, почему. Во-первых, у нас TeamLit занимается чем? Он отвечает за технический долг команды. Когда Product ему говорит, нам нужна новая фича, TeamLit говорит, нет, постой, я сейчас не могу новую фичу сделать, мне нужно прямо сейчас закрыть боль. Мне нужно прямо сейчас сделать рефакторинг. Кто это будет в команде решать? в Agile команде, если TeamLit нет? Ну, есть технический директор. Технический директор у нас будет заниматься всем, но у нас так не получится. У нас TeamLit обладает квалификацией решить проблему технического долга в команде. Друзья, давайте в рамках этого кита останемся. Давайте потом поговорим, ладно? Да, вот. Доброе утро. Спасибо за наклад. У меня такой вопрос. Не жалко терять технаря? Потому что по факту в TeamLit выращивается технарь, который был в команде, и в итоге вы уменьшили команду, потеряли технаря, вырастив менеджера. Не жалко? Спасибо за вопрос. Отличный вопрос. Смотри, мне как кажется, я вижу, что технаря вырастить из джуниора гораздо-гораздо проще и дешевле, чем вырастить TeamLit. То есть количество инвестиций в это совершенно разное. Технарь просто человек с хорошей мотивацией и с джуниорскими знаниями за год до медла или даже до сеньора вырастает элементарно. Лид вот такого же сеньор-уровня. Мне даже трудно представить количество инвестиций и времени в то, чтобы он таким стал. Соответственно, цена, если уж совсем прагматично говорить, хорошего менеджера гораздо выше, чем хорошего программиста. Потому что вырастить его гораздо-гораздо дольше. Мне так кажется. Вопрос, как закрывается дырка. Наймом другого человека. Нет. То есть TeamLit я вырастил. TeamLit уже нанимает себе людей. Конечно, TeamLit нанимает себе людей. Вот наверху. Наверху правее, смотрите. Виталий. Вопрос следующий. Есть ли текучка TeamLit и как часто TeamLit растут дальше, выше по карьерной лестнице? То есть с какой периодичностью нужно искать TeamLit для тех задач, которых есть? Я правильно понимаю? Вопрос про Баду или вообще? Про Баду и вообще тоже. Вообще мне трудно ответить. У всех бизнесов разные требования. Предыдущий докладчик говорил, например, что с семью человеками трудно работать. У нас TeamLit работают там и с 12 человеками уверенно, и все отлично работает. То есть у всех бизнесов разные абсолютно требования. Я был TeamLit был сначала разработчиком, стал TeamLit сейчас руководителем направления. Как бы если бы другая была бы компания, может быть я так не вырос. Все от бизнеса идет. Не, я имею в виду вот вы нашли TeamLit через какое-то время бывает так, что TeamLit либо уходит в другую компанию, либо он растет на другую должность и нужно то есть с какой периодичности как часто нужно искать? Мне никак не часто не пришлось искать. У меня идеальный ретеншн, у меня люди не уходят. Виталий, привет. Расскажи, пожалуйста, как твой процесс пересекался с процессом performance review, которого мы вчера слышали. А можешь пояснить, пожалуйста, вопрос? Как ты учитывал те результаты, которые были в перформансе в твоем процессе? Отлично, понял, спасибо. Очень на самом деле интересный вопрос. Смотри, первое, что я уже говорил, что TeamLit это руководитель, то есть это уже другая должность. Надо объяснять с самого начала, что руководящая позиция это совершенно другое, чем программист. То есть программист может быть очень уверенным инженером, получающим отличные бонусы и как бы расти по своей инженерной карьерной лестнице. Когда он переходит на руководителя, поначалу у него не будет ничего получаться. То есть этому человеку сразу нужно донести, что возможно, если ты получал эксцелленты и 70% бонуса на позиции инженера, здесь возможно у тебя так и не будет получаться-то. То есть человек должен быть сам готов к тому, что конечно он не потеряет деньгах, но сильно выше он не получит зарплату. И только когда он уже покажет результаты на должности TeamLit вот тогда он уже сможет рассчитывать на хороший промоушен. Когда он работает еще программистом, но исполняет обязанности заместителя и, например, по проектам по большим работает, это все дополнительная нагрузка на него. Я это все учту в performance review. То есть я вижу, что человек помимо своей программистской работы делает еще и. Ну и TeamLit пишет в основном код в свое личное время на выходных, да, на балконе? Да. Сейчас все заплакали. Вот, вот отсюда, пожалуйста. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Сурова Илья, компания OTC. Спасибо за доклад, очень интересно. А я хотел немножко изменить, как вы себя ведете со своими руководителями. То есть, ну, вы рассказали, как вы выращиваете лидов, как вы сами выросли. Пью. Да, а вот как происходит, допустим, когда к вам приходит генеральный директор или владелец бизнеса и говорит, вот через две недели вот это должно быть обязательно. Ну, это мне очень нужна эта фича, и она вот должна быть. Убейтесь, ну, там, сделайте, да? Ну, вот что-то в этом роде. Как вы им объясняете или вы команду все-таки напрягаете, чтобы они сделали, или как-то пытаетесь там генерального, там или владельцам объяснить. Ну, вот в таком ситуации. Смотри, если я правильно понял вопрос, как я с запросами от топов работаю, как я их привношу в команду? Ну, во-первых, я разговариваю с тем лидом. Как вы делаете так, чтобы и генеральный остался доволен, и команда успела, и как бы все это соединить? Ну, во-первых, начнем с того, что, как я вот уже ответил человеку, мы стараемся работать только по очереди задач, которая к нам пришла приоритизированная от продуктов, чтобы больше никто не влезал в этот процесс. То есть, по сути, я должен генеральному сказать, друг, иди-ка ты к продуктам, договорись с ними, пусть они воткнут в самую первую часть очереди. Если тебе очень надо, чтобы мы сделали это прямо сейчас, например, мы делали редизайн всего приложения на мобильном вебе, за две недели сделали его. То есть, это было напряжение всей команды. Объяснили, почему, всей команде, я объяснил, почему. Также я объяснил бы тем лидам, что вот бизнес-вэлью в этом такой. Мы должны сейчас сделать, например, редизайн, который будет привязан к маркетинговой кампании многомиллионной. Соответственно, нам нужно запустить прямо сейчас, ну там, через неделю запустить. Смотрим, какие ресурсы для этого нам нужны. Вся команда нам нужна или достаточно будет нескольких человек. Если вся команда, все садимся и делаем. Может быть, даже так, что можно предложить людям, не хотите ли вы за дополнительную мотивацию какую-то поработать в выходные. Почему нет? Если ребята сами хотят. Естественно, никто заставлять никого не будет. Генеральному вы не объясняете? Вопрос. Генеральному вы не объясняете? Приходите через месяц. Нет, генеральному я не могу такое сказать. Еще раз говорю, я могу упустить либо задачу по стандартному процессу, когда он подтверждает с продуктами, либо если эта задача, которая бывает там раз в год на всю компанию очень-очень важная, она и так уже пришла всем. То есть, генеральный на меня, ну, он не мой заказчик, генеральный директор компании. Мой заказчик — это продукт-менеджер мой. Девушка, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Анна, компания Rockset. Скажите, пожалуйста, как руководитель направления погружаетесь ли вы в работу команды с точки зрения там проведения каких-то мотивационных встреч, участвуя в ревью, или вы контактируете только с темледами, а что происходит внутри команды, это уже ответственность темледа. А можете, пожалуйста, пояснить, что вы под погружением подразумеваете? Проводите ли вы ревью непосредственно, или это только работа темлида? Также работа с мотивацией и слежение за развитием сотрудников. То есть понятно, как вы работаете именно с темлинами, когда их подбираете, а вот работа над ростом именно членов команды — это и ваша зона ответственности или только темлида? Спасибо за вопрос. Вообще этим должны заниматься темледы. Конечно, всегда есть куча моментов, когда мы советуемся. Как и они приходят, так и я, что-то замечая, смотрю. Я держу руку на пульсе. То есть я должен проверять, что, например, темлед растит себе замену своего заместителя в соответствии с нашими важными критериями для нашего бизнеса. Не просто человека себе растит, с которым ему комфортно общаться, а человека, который соответствует тому, что я рассказывал, чтобы не было ухудшающегося отбора. То есть я посматриваю, что происходит, и, естественно, когда надо, я воткнусь в процесс и скорректирую. Но чаще всего я лучше человека через коучинг проведу еще раз, чтобы он сам это поправил, чем в приказном порядке говорить «Нет, вот так не делай, давай не делать вообще так никогда». Пожалуйста. Добрый день. Малаха Владимирович, Сбербанк Технологии. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к карточке, какие есть типы мотивации и какие, по-вашему, есть типажи людей и как, соответственно, эти типажи можно лучше мотивировать, как с ними работать. Спасибо за вопрос. На самом деле, вот в рамках этой карточки я веду все очень-очень абстрактно. То есть я просто для себя, так как это мой инструмент, я для себя записываю не по книжкам, когда, знаете, там вот расписано все по мотивациям, я потом подробно могу рассказать вам, что в голове есть, но записываю для себя, чтобы мне через полгода было понятно, какая там была мотивация. Вот и все. То есть, опять же, я не привязываюсь к каким-то терминам четким. Ну и потом есть куча книжек по типологиям личности. Да, так же и с психотипами, с соционикой со всей этой. Можно туда писать, а можно и нет. Сейчас. Здравствуйте. Юрий, компания Столото. Вопрос такой. Вот вы, когда начинали, сколько времени у вас заняло, чтобы выработать эту методику? И каков процент ошибок был? Потому что, ну, не боги горшки обжигали. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я ее не выбирал. Я ее потом проанализировал, что она у меня вот так работает. Все делалось интуитивно. Абсолютно интуитивно все происходило. Как приходишь на менеджерский тренинг, а потом, оказывается, узнаешь, что все так и надо было делать. Замечательно. Процент ошибок был ноль. Не ошибался. Ну, как сказать, я не могу сейчас провалидировать, что было бы, если был бы другой человек. Это мысленный эксперимент такой поставить трудно. Ведь человек развивается, когда идет через эти стадии, неизбежно. То есть, прогоняя даже кандидатов через эти стадии, ты их развиваешь, ну, всяко. Соответственно, может быть, если бы я и других людей, которых только сейчас наняли, прогонял через эти стадии, может, лучший результат был бы. Благодарю. Добрый день. Артем Тиньков, Банк. Хотел бы уточнить, насколько это поставлено на поток. То есть, был ли у вас такой ментор? Растит ли сейчас этот тимлит свою замену? Или это единичный такой случай, ваша уникальная методика? Спасибо. Опять же, вот это очень интересно, что у нас менеджер в компании, я даже не знаю, наверное, никого нет, кто каким-нибудь MBA обладал или чем-то таким. То есть, я точно знаю, что вот это все, что я сейчас говорю, мой менеджер со мной делал то же самое. Но только, опять же, мне нигде не было показано, что сейчас ты находишься на этапе подбора, сейчас ты на этапе поддержки. Все это как-то само по себе, ну, опять же, интуитивно делалось. Просто когда человек эти склады строил тысячу лет, он уже знает, как очередной склад построить. И со мной точно так же, он так же меня выращивал, проходя через все эти стадии. Просто так же интуитивно. Насчет того, насколько поставлен процесс в компании, стараемся, чтобы он был поставлен. На менеджерские тренинги людей вводим, инвестируем в это деньги, время, чтобы люди росли и менеджеры росли во всем этом. Делимся знаниями. У нас внутренние метапы есть. У нас, например, есть техлиц-метап, на котором мы делимся такими вещами. Приходите, пообщаемся тоже там. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, вот у вас, вы сказали, что есть некая очередь задач от продуктов и есть внутренний технический долг, который темлиды определяют. А как вы приоритизируете, определяете порядок задач вот этих по внутреннему техническому долгу и от продуктов? Понял. Спасибо за вопрос. Смотри, я рассказывал про то, что темлид должен бизнес-ориентированным быть. Соответственно, если человек бизнес-ориентирован, он понимает, что такое новая фича, что она может принести деньги, виральную активность, что-нибудь еще, engagement, что человек дольше будет сидеть на сайте. Соответственно, если он видит, что новая фича может принести что-то полезное, но при этом он знает, что у него есть технический долг здесь, каждый раз, работая с этим модулем каким-нибудь, мы испытываем боль. Ну, какую боль? Дольше нам это делать. Он анализирует. У нас еще десяток задач, которые потрогают этот модуль. Может быть, нам сейчас стоит сейчас вложить время и деньги в то, чтобы этот модуль переписать. Обсуждают с продуктом. Говорят, смотри, продукт, у тебя 10 фичей. Каждый раз мы будем на день примерно задерживать каждую фичу, потому что мы копаемся в этом вот старом мусоре. Давай сейчас мы 3 дня потратим, переделаем. Продукт говорит, а ладно, давай. Или говорит, нет, не могу. Маркетинговая компания. Делаем как есть сейчас. Через неделю смогу. Например, когда мы делали редизайн всего сайта, мы сделали его некачественно. Ну как, мы сделали его так, что он работал во всех браузерах, но код внутри работал. Потом мы потратили, после того, как мы его сделали, потом мы потратили время, чтобы этот технический долг выкупить. Сделали так, чтобы все заработало уже хорошо. Там тесты, все остальное сделали. Спасибо. Все микрофоны сдали? Виталий, сколько жмешь от груди? 140, не больше. Будьте как Виталий. Спасибо большое.